девочки хотела показать рабочий момент я сижу и разматываю сейчас я покажу что я разматываю платочек который я вязала я его теперь разматываю почему об этом я подробнее потом расскажу надо надо но разматывается он прекрасно именно потому что вся пряжа находится в пропитке не сцепляются никакие волокна ничего не сцепляется вот здесь вообще здорово в пропитке вот это в пропитке тоже это супер джелонг я уже говорила да вот здесь меринос с альпакой тоже очень хорошо пропитана просто вот проволочка такая а когда постирается мягучая мягучая становится и пушится так вот я ее распутываем на такие моточки на вот они ниточки и они очень хорошо у меня отделяются просто замечательно вот этим хотела поделиться что пряжа в пропитке она и вяжется легко и разделяется хорошо и не обращайте внимание на то что она грубая но просто грубая очень грубая вот просто грубишь но разматывается прекрасно так это отмотка вот моя новая покупка это альпака альпака и 25 процентов п но она мягенькая ее хочу добавить вот к этой грубой ниточки и вот сюда чтобы здесь было много много альпаки поэтому разматывая сейчас буду заново начинать но потом мне еще нужно мастер-класс по по углу сделать съемки я нарисовала в общем работаю а это альпака которую я до заказала вот такого цвета вот я уже рассказывал по моему что я хочу заказать каму вот здесь каму такого оттенка здесь такого но они подходят они очень даже подходит и к ним подходит как раз вот это пряжица супер джелон кто же подходит то есть если хочется мне другого цвета теплая укрывала сделать то у меня теперь пряжи достаточно я платок могу и вот из и мне честно говоря хочется но пока заказ на серенькую поэтому будет вот такой серенький платок вот такой серенький вот такой серенький и сейчас я готовлю почву почва готовится я пока отматываю вот она она все как бы в безобразии но очень хорошо разматывается так что если кто-то будет вязать итальянской пряжи она бывает разная конечно бывает пушистая а уже никак но она в пропитке на них такой сильной пропитки как это который у меня сейчас но все равно если кто вяжет итальянской пряжей нужно распустить она прекрасно распускается вот такой рабочий момент небольшой прям сижу работаю на коленочках работы за окном у нас солнышко солнышко у нас сегодня тепло там плюс 15 вроде бы но в комнате очень даже тепло батареи чуть-чуть слегка топят не жарко очень даже комфортно только что смотрела аню полозняк вступление в новый проект там будут вязать пледы у меня тоже желание было вязать пледы но теперь у меня и желание вязать об этом я тоже попозже расскажу потому что я уже начала вязать а что это будет я пока не знаю но поделюсь с вами может вы подскажете мне что-нибудь так на улице мусорка работает до будет но я все-таки решила подключиться и показать вам немножко того что я делаю по таким рабочим моментом но пока все потом еще что-нибудь да запишу потому что пора уже мне за работу браться сегодня дома никого нет я наслаждаюсь тем что я могу просто вязать не отвлекаться ни на что и ни на кого смотрите как удобно у меня бобинки 4 в работе и у меня как раз есть четыре держателя один двойной и два одинарных вот смотрите одновременно тяну и потихоньку все крутятся вот но они классно крутятся вот эти вот очень хорошо крутятся поэтому особо сильно их раскручивать не надо но очень удобно вязать из бобинок чтобы я сейчас делала они бы стояли и периму перепутывались просто эти ниточки а так берешь немножечко потянул за ниточки и пожалуйста вяжется все здорово как все во время и я вообще-то уже бобинки все избавилась почти от всех бобинок ну вот понадобилось мне именно связать платочек для сестры платочек вот так вот в четыре ниточки как я говорю платок укрывала покрывала так что очень удобно вот этим хотела с вами поделиться схемки нарисовала и проверяю перед тем как их в работу пустить надо и конечно проверить а еще вот начала уже из новых ниточек сделала новый состав теперь же альпака ну в общем много альпаки но немножко рыженького здесь присутствует это не страшно альпака все-таки не серого цвета получилось в общем мне нравится знаете это не очень заметно когда на камере и между прочим что-то здесь темновато сейчас посветлее сделаю вообще светлый цвет где-то бежевый вот такой цвет вот такого цвета может быть это красота не совсем не темный но даже не такой цвет голубизну какой-то очень красивый а сегодня у нас очень много градусов аж 20 на улице наверное вроде бы ничего тепло дети гуляют дверь ко мне закрыли можно спокойно разговаривать но завтра уже будет 6 поэтому сорока ворона кушает что-то придавила лапкой и кушает на дереве приближу лопает лопает трескает очень завтра будет уже 6 градусов поэтому особо обольщаться не надо на улице прохладненько будет но сегодня красота весна осень скорее вот весенний такой прохладный весенний денечек осенью да вот такие дела до сегодня я вернее еще вчера узнала но сегодня уже попереписывалась немножко с ним ножного и кто знает нину ножного она сейчас лежит в больнице несколько дней не выходило ее видео ну как-то я неделя прошла видео ни одного нет я и написала как дела она написала что у нее ковид сегодня но она еще дома была а сегодня уже она написала что легла в больницу сделала к ты не там поражение легких чувствует себя неплохо но на всякий случай легла как бы чтобы не хуже было так она сказала и еще она сказала берегите себя так что девочки берегите себя к сожалению из знакомых блогеров одного блогеров одного блогера уже нет это елена шаповалова канал ее вяжем играем что-то ну как-то так называется канал такой хороший был для для но и для молодых для кто хочет научиться вязать для детей и и к сожалению вот так уходят блогеры мы многое хотим жизни сделать но не успеваем не успеваем поэтому берегите себя не болейте нины пожелаем здоровья чтобы она быстрее поправилась и вернулась строй в жизнь неважно на канал или просто в жизнь но у нее очень интересная жизнь она вяжет и на машинке и спицами и крючком это только вязальная жизни вообще-то жизнь у человека разнообразная конечно вот я вот очень удивляюсь она подхватывает любую идею и если это было связано спицами она быстренько перекладывает и на машинку а если это связано машинки она может переложить на спицы у нее есть на канале узоры и просто вязание все показывает рассказывает стихи в общем человек очень очень такой разнопланово развитой интересный и в данный момент просто нужно ей здоровье поправиться и вернуться к нам так что не не пропадайте девочки не болеете берегите себя берегите своих близких и не думайте что это просто мимо пройдет и не затронет если мы будем вести себя аккуратно может быть не затронет и кто еще не болел может быть и пронесет на но если вести себя не аккуратно вот как идут на улице понятно что без маски можно ходить вот когда просто ты идешь никого рядом нет но все равно сейчас такое время когда не знаешь от чего не знаешь где не знаешь как мы все-таки можно заразиться поэтому лучше как говорится перебдеть чем недобдеть ну вот на этой хорошей ноте я закончу свое видео сегодняшнее я продолжаю как бы готовиться к мастер-классу по платку и нужно уже начинать первый уголок записывать сейчас я постараюсь это сделать всем хорошего дня всем хорошем настроении всем до новых встреч пока пока пока